Замечательная программа, которая позволяет заниматься монтажом вашего видео, добавлять минимальные эффекты, делать красивые переходы, использовать фотографии. Хочу сразу сказать, что, конечно, есть получше программы Sony Vegas, Adobe Premiere Pro. Тем не менее, видеопад, видеоэдитор открываем. Перед нами открывается понятный интерфейс, появляется. Достаточно приятный, лаконичный. Спокойных тонах, спокойных цветах. В принципе, он у каждой программы монтажный. Чем-то схож, чем-то одинаков. Внизу имеем Timeline, монтажную область, монтажную линейку. Здесь имеется несколько окон. Ну и так далее. Команды. Начнем сразу, что нам нужно это добавить в какое-то видео и с ним поработать. Нажимаю вот эту кнопку Add File и выбираю видео, допустим, указанное. У меня уже подготовлено для данного урока. Можно его переместить, в том числе и нажав на данный указатель, отменяя предыдущее действие. Либо схватить указанное видео, указанный файл и переместить, зажав левой кнопкой мыши, на монтажную линейку. Оно у нас появляется в окне. Мы можем его обрезать. Используем ножницы. У нас появились два фрагмента. Также можем в любом месте и убирать. Раз, два. Теперь у нас фрагмент стал короче, так как мы в двух местах его отрезали. Можем возвращать предыдущее действие Ctrl-Z, либо Under. Раз, два, три, четыре. Теперь у нас файл возвратился в первоначальную продолжительность. Эффекты у нас находятся в данной области. Effects. Открываем. Хочу сразу сказать, прежде чем не забыл, если у вас вы щелкнули левой кнопкой мышки по какой-то области, то у вас сам видеофайл, находясь на монтажной линейке, стал серым. И кнопка Effects, вкладка стала неактивной. Для того, чтобы это вернуть все обратно и поработать с вкладкой эффекты, вам необходимо активировать. Если вы активируете и станет синим аудио трек, нажимаем, то здесь эффекты для аудио. Если сделаем ярко-синим видеодорожку, то эффект у нас для видео. Так, применим. Будем использовать сепию. Нажали. Close. Теперь у нас все видео стало как старая фотография. Здесь идет просчет. Немножко занимает времени. Отменяем действия. Какие-либо еще эффекты можно использовать. К примеру, старый фильм. Да, теперь у нас появился эффект старого фильма. Все мигает, все дрожит и так далее. И так далее. Отменяем. Если вы не хотите звук использовать, слышать, нажимаем на данную кнопку. Звука нет. Включаем его, активируем. Если хотим уменьшить громкость, делаем ползунок. Сейчас на 100% слышно, птички поют. Уменьшаем, допустим, на 2 трети. Птички еле слышно, поютки. Также можно здесь поиграть вкладками на видеодорожке. Теперь здесь пустой предпросмотр. Либо нажать на этот глазик и показать видеодорожку. Можно добавить также текст. Выбираем Add Text и пишем здесь любое слово. Add. Зажимаем левой кнопкой мышки и переносим его на монтажную линейку. Теперь у нас появилась надпись. С надписью мы также можем работать. Активируем кнопку T. Можно выбрать жирное, курсив, подчеркнутое слово, уменьшить его размер, сделать корректировку по левой стороне, по центру. Немножко надо подождать. Видимо, идет просчет файла. Исчезла надпись. Такое бывает. Активируем. А, нет. Надпись не исчезла, прошу прощения. Она стала очень маленькой. Сейчас слишком большой. Поставим где-то до что, что так быстро считаешь. Где-то 11. Изберем цвет. Был белый. Поставим красный. Нажмем ОК. Этого применить. Можно также растянуть текст на всю дорожку нашего видео. Теперь он будет занимать практически вот сейчас покрывать все видео. Либо его вернуть первоначальное положение. Ctrl Z отменяю все предыдущие действия и возвращаю как мне нужно. Можно применить также эффекты Transitions Fade продолжительностью одну секунду. Теперь смотрим. У нас здесь полоска зеленая, а стала оранжевой. Нажимаю Play и надпись исчезает постепенно. Можно применить другие эффекты. Нажимая Play надпись исчезла не постепенно, а резко. Больше переходов можно использовать. И так далее и тому подобное. Отменяю все предыдущие действия. Возвращаясь в первоначальное положение. Если вам нужно добавить какую-то фотографию, вы также можете это сделать. выбираем Image Add File. У нас открывается папочка. У меня такая, потому что я подготовил файлы для данного урока, перемещаю его в монтажную область. Теперь наше видео загораживает частично фотографиям. Я хочу фотографию вставить в проект. Я могу это сделать следующим образом. Уберу фотографию и, например, я хочу, чтобы с 8 секунды было вставлено фотографии. Разрезаю видеофайл на видеодорожке, зажимаю фотографию и переношу в данный разрез. Теперь между двумя кусочками видео имеется фотография. Звука нет, идет фотография. Также, чтобы не резкий переход был между фотографией и видеофайлом, я могу добавить какие-либо эффекты. Допустим, здесь поставлю такой, окей. Оно заменяет, занимает одну секунду и оранжевым цветом отмечено то, что он занимает фотографию и видео. Проверяем, как это выглядит в действительности. Также здесь можно поставить какой-нибудь, выберем такой, на секунду также. Пожалуйста. То есть, все очень просто. у нас заменяется текст, фотография вставлена, другая фотография. Также можно заменить звук. Давайте посмотрим рекорд или записать свой голос и вставить его в ваш проект, который вы хотите как-то разнообразить. Рекорд аудио. Также можно записывать видео, делать скриншоты. Запишем рекорд аудио. Нажимаем рекорд. Всем привет! Урок по программе VideoPad. Урок очень скромный, очень быстрый, очень ловкий. Нажимаем паузу. Появилась такая вкладочка MyAudio, что я сейчас надиктовал. Закрываю, переношу его сюда и вставляю допустим в эту область. Здесь идет кусочек начинается видеофайла, а вот это синий, MyAudio. Нажимаю пробел. Всем привет! Урок по программе VideoPad. Урок очень скромный, очень ловкий. Так, мы немножко сделали алгоритм вам, я считаю, что понятен. По остальным вкладкам вы можете также пройти и изучить, посмотреть какие-либо другие уроки. Можно обрезать, я уже говорил, делать скриншоты, дублировать секвенцию. Я не буду вдаваться в эти детали. Показал самые основные настройки данной программы. Теперь нам проект нужно вывести в какой-то результат. мы нажимаем экспорт видео. Перед нами открывается окно, можно записать DVD-фильм для компьютера, загрузить сразу на YouTube полученный результат. Посмотрим, что он нам предлагает для компьютера. Настройки он предлагает, я сейчас их буду использовать свои, по умолчанию могу выбрать HD 720, HD 1080, выберу допустим HD 720, файл формат AV, MP4 остановимся, размер кадра, у меня родной на видео был 50, возьму 50, фреймрейт 25, но поставлю странную, так, что необходимо щелкать, или так, поставлю 50, примет, принял, фреймрейт, энкодер option, компрессор H264 достаточно, ну, поставим больше качества, окей, теперь, где у нас будет сохранено, я назову файл, выход, нажму, выход, и, видимо, тут еще какие-то есть, стереофоник, имидж секвенсор, ну, попробуйте, потренируйтесь, может быть, у вас выйдет что-то и получше, либо иное, давайте пустим наш проект в рендер, идет просчет, ну, создание нашего фильма, вкладка называется, идет конвертация, видеофайл, мы подождем, и потом посмотрим, что у нас получилось, достаточно понятный видеоредактор, видеопад видео, editor professional, попробуйте его найти, найдите, если он вам понравится, сразу можете его использовать, но, конечно, кто только первый раз увидел и ознакомился с монтажными программами, увидел данное видео, либо заинтересовался вопросом, какую монтажную программу использовать, все-таки, еще раз повторю, советую обратить внимание на программу Sony Vegas, по крайней мере, так, лучше сделать на первых парах окей, закрываю, ищу файл выход, смотрю его свойства, 1,30 мегабайтов, подробно, 1280 на 720, 27 кадров в секунду, скорость передачи данных, ну, пикселизация присутствует, кошмарная пикселизация, необходимо поиграть настройками проекта, чтобы на выходе урок по программе VideoPad, урок очень скромный, очень быстрый, вот такая программа, в принципе, основные показалы функции, конечно, чтобы у вас был лучший результат, необходимо в том числе более правильно, более корректно настраивать процессы рендера, вывод вашего проекта в конечный результат, чтобы у вас на выходе был продукт с более-менее отличной видом с более-менее приемлемого качества. Всем привет! Всем привет!